Ну главное, что, собственно говоря, такой дорожной карты нет, не было реально выработано и по так называемому ассоциированному членству Армении и Евросоюзе. Никто не знает толком, что такое ассоциированное членство, никогда его не было. Еще год три назад официально лица в Брюсселе говорили, что никакого ассоциированного членства в Евросоюзе быть не может. Возможно, как членство в Евросоюзе, я мог быть кандидат в члены Евросоюза, но не ассоциированный член. Все изменилось, сегодня они уже допускают наличие ассоциального членства, потому что такое, опять же, не знает никто. По сути, мы здесь имеем дело с двумя проектами, или, скорее даже, не проектами, а векторами интеграции. Интеграция в пространстве бывшего СССР, СНГ, интеграция с Евросоюзом и другими структурами Европы. И, по большому счету, оба эти вектора – это не более чем пока что фантомы. То есть это идеи, которые пока что далеки от реалий, далеки от каких-либо дорожных карт. Что это такое будет, никто не знает. Таможенный союз находится, в большом счету, в стадии формирования. Мы все видим проблемы, которые имеют место в отношениях между Россией и Белоруссией, там, Калиевая война и так далее. Это что, таможенный союз? Это нормально в стиле таможенного союза? По-моему, это не очень нормально. Мы все видим, с какими проблемами сталкивается Евросоюз на своих южных пробежах. Вроде бы сейчас ситуация немножко стала улучшаться, но, тем не менее, еще до подтвердания и до успеха Евросоюза далеко. И, конечно, думать, что в этих условиях или Москва, или Брюссель найдут серьезные финансовые средства и серьезные какие-то выработают проекты по реальной интеграции Армении туда или сюда, было бы, наверное, немножко неосторожно и прометчиво. Поэтому я могу только выразить надежду, что такая дорожная карта все-таки появится здесь, что она будет учитывать интересы и всех членов таможенного союза, и Армении, что в дальнейшей работе таможенного союза будет все-таки идти больше упор на экономику, чем на политику, и не будут идти разговоры о возможном вступлении в него стран, которые, так скажем, мягко говоря, далеки от мурного таможенного союза и имеют очень слабые перспективы на дальнейшее развитие как независимый субъект экономики. И тогда, возможно, ситуация изменится. Но пока что до этого еще довольно далеко. Продолжение следует...